деньги в легкости миф или реальность популярная такая инфо цыганская разводка для сладкого лоха или действительно прикольная цель которой есть смысл стремиться и есть шанс дойти очень много на эту тему споров сегодня поделюсь своим мнением оно скорее субъективное но может быть оно поможет вам посмотреть на деньги с какого-то очень правильного и ресурсного угла на самом деле если вам кажется что деньги в легкости где-то там а вы где-то здесь и это какие-то разные планеты и вселенные первый вопрос который я бы вам задала а что именно делает для вас процесс зарабатывания денег таким трудным неприятным мучительным болезненным как я сама себе усложняю заработок денег это первые вопросы с которыми бы я пожила походила пописала и даже помедитировала потому что ответ на эти вопросы может полностью изменить ваш мир и вашу финансовую реальность не поиск какой-то конкретной ниши или какого-то конкретного инструмента а четкое понимание того что если деньги мне даются трудно то как я сама усложняю себе этот путь я совершенно точно и стопроцентно с уверенностью заявляю что деньги в легкости это реальность так бывает у меня так было у меня есть такой опыт поделюсь немножко тем что помогло мне прийти к тем самым деньгам в легкости много лет назад мне было 20 с копейками я работала журналистом потом редактором я очень хорошо помню что моя первая такая постоянная редакторская работа была для меня деньгами в легкости как это выглядело для меня на тот момент я работала дома на фрилансе помню теплое лето помню дачу помню яблоню в тени которой у меня стояли такие качели мягкие как диванчик помню как сидела там с ноутбуком и писала с утра статьи вот так покачиваясь на интересные мне темы помню как ко мне приезжали подруги мы загорали купались иногда куда-то ходили в кафешку мы болтали о мужчинах отношениях а я в этот момент ловила темы которые действительно актуальны девчонкам и делала из них контент план на месяц помню как раз в неделю мне надо было приехать в москву в красивый офис встретиться с другими редакторами красивыми девчонками ради этого можно было нарядиться мы обсуждали наши идеи темы это было очень весело и творчески потом бьюти редактор обязательно доставала такие большие боксы и говорила смотрите девчонки чего-то рекламодателей пришло так кому помада мак так кому тональник эстелаудер и мы постоянно уходили с какими-то подарками и да на тот момент я получала что-то типа 25-35 тысяч но я научилась вот эти деньги делать в легкости потому что все что происходило для меня в рамках этой работы мне давалось легко мне было по кайфу я бы с удовольствием делала это и бесплатно тоже вот это я называю деньги в легкости то есть это не про то что я там совершенно не работала а про то что процесс работы доставлял мне такое удовольствие что для меня это было как игра мне за эту игру еще и платили впоследствии я пошла на повышение устроилась работать в другое место и там не надо было уже быть в офисе почаще и там начальник хотел чтобы три дня в неделю я сидела в офисе обязанности были все те же самые зарплата была выше там не уже платили 80 тысяч но сидение в таком ну таком негламурном вот офисе такой вот холодные белые столы и компы вот это все отсиживание вот у тебя там пропуск карточка с 10 до 6 ты должен отсидеть вот это вот все ты не можешь погулять ты не можешь выйти ты не можешь полежать не может там короче вот ты должен вот так вот сидеть и генерить творческие идеи и я поняла что это деньги не в легкости их вроде больше я вроде делают уж ту же самую работу но условия делают для меня этот процесс очень мучительным очень болезненным очень дискомфортным и тогда я поняла четко эту разницу поэтому если на сегодняшний день вам кажется что вам деньги даются очень тяжело выделите прям по пунктам что конкретно мне дается тяжело вот конкретно да то есть в моем например случае я проанализировала что сидение в офисе это тяжело вот на одном месте мне сидеть очень тяжело нахождение в рамках вот с девяти до шести вот никогда ты хочешь может я в 6 утра хочу поработать или в три часа ночи нет рабочий день мне очень тяжело график который не свободный дорога да то есть я по два часа ехала в москву и потом еще по два часа ехала обратно дорога мне дается тяжело и вот когда я выделила действительно что мне дается тяжело да там может быть еще у вас может быть какой-то свой список ты уже начинаешь думать ага а как я могу это упростить а что я могу с этим сделать то есть например в том конкретном случае я например сказала в какой-то момент что окей сделайте мне меньше зарплату я не буду так часто приезжать в офис в москве и не буду три раза в неделю ездить два часа туда и обратно я убрала это и мои деньги уже стали идти ко мне легче да я потеряла в деньгах но я нашла кучу фрилансов которые их тут же компенсировали и те четыре часа что я тратила на дорогу я просто тратила на подработку те же самые деньги зарабатывала но они ко мне приходили значительно легче то есть вопрос легкости это в первую очередь вопрос вашей ресурсности как я могу создать себе то ресурсное состояние из которого мне творить созидать и делать то что я делаю легче приятнее и эффективнее вот о чем есть смысл подумать это первый момент второй немаловажный момент это опыт да если я вас например спрошу а можно ли легко поднять очень большую штангу кто-то из вас скажет нет она же очень большая она очень тяжелая но если я спрошу об этом качка бодибилдера который каждый день приходит зал и поднимает штанги больше и скажу а вот эту на 20 на 50 килограмм можешь легко понять уж конечно могу почему потому что я уже натренировался потому что у меня есть силы у меня есть мышцы у меня есть опыт и то же самое очень часто когда мы приступаем какому-то новому делу деньги в легкости обычно приходит с определенным опытом вы накачали какую-то мышцу и это для вас легко вы написали какое-то количество статей постов и теперь для вас написать статью пост это легче легкого вы привыкли снимать рилс вы их снимаете постоянно и сейчас для вас это как два пальца об асфальт за пять минут сделаю поэтому огромная ошибка ожидать денег в легкости с первого дня работы вот я только пришла я еще никогда этого не делала я жду что сейчас все будет в легкости если это мой путь мое призвание и бла 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 нифига даже если у вас к этому все способности даже если ваша натальная карта вся полностью заточена на это все равно без опыта без практики первый раз вам что-то делать будет тяжело даже если вы потом будете чемпионом в tour de france первый раз вы садитесь на велосипед и вам также непросто и вы также шатаетесь и также теряете баланс как и все остальные это нормально поэтому если вы хотите денег в легкости имейте в виду что чем дальше вы продвигаетесь по пути тем больше у вас шансов на легкость чем больше у вас опыт наработки вот социальный background сила тем больше у вас будет легкости поэтому не ждите что она придет с первого дня пройдите к ней какое-то время дисциплинированно спокойно последовательно и с каждым днем будет легче 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 и наконец третий супер важный как мне кажется ключ который открывает нам дверь в волшебный мир денег в легкости очень многие из нас движутся к успеху к масштабу к проявленности на силе воли нам кажется сила воли то я напрягусь в моменте и я проложу себе этот путь я с ноги открою эту дверь но я бы предложила вам смотреть не в силу воли а в силу вожделения вот представьте себе процесс секса когда вы занимаетесь сексом это как легко или нелегко вот напишите в комментариях сексом заниматься легко на самом деле ну мало кто говорит я так устал от этого секса о боже этот секс из меня все силы тащит мы мало такого слышим хотя в сексе мы реально тратим много сил сжигаем много калорий мы реально там напрягаемся но моменте мы этого не замечаем то есть даже когда ты например лежишь на спине в позе морской звезды ну например я так замечала что-то я лежу я вроде я лежала весь секс я ничего такого не делала не скакала но потом я встаю и у меня слабые мышцы у меня подгибаются коленочки вот это все то есть ты все равно напрягался но ты этого не замечал потому что у тебя было все перекрыто удовольствием от процесса ты так кайфовал от процесса что ты абсолютно не замечал а какие мышцы и насколько сильно у тебя напрягаются в моменте вот это я называю силой вожделения когда какой-то процесс тебе приносит такой кайф что ты напряжение не замечаешь ну потому что ты это воспринимаешь как удовольствие или например на дискотеке ты всю ночь там танцуешь друзьями под любимые треки и ты может быть сжег огромное количество энергии да больше чем на беговой дорожке огромное было кардио но ты не замечаешь тебе в процессе так весело и классно что вроде устал надо водички ой нет моя любимая песня давай еще да вот это я называю силой вожделения и мой секрет и мой лайфхак к деньгам в легкости это именно искать вот эти самые точки вожделения как я могу зарабатывать деньги получая такое удовольствие драйв кайф кураж чтобы я действительно не замечала этом напрягаюсь не напрягаюсь наверно напрягаюсь но я не замечаю потому что мне по кайфу как от танца как от секса как от увлекательной игры как от плавания в море да ты 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 работаешь ты не сидишь ты не ждешь что не пассивен ты очень проактивен но тебе настолько по кайфу что ну как бы кажется что это как-то легко это как-то прикольно вот это мои личные до рецепты и формулы которые меня привели к деньгам в легкости и да на текущий момент вот я бы сказала так что до миллиона я могу спокойно заработать в легкости вот именно как я описала что я вроде просто кайфую просто делаю то что мне нравится мне за это еще и деньги платят я понимаю что если я захочу заработать больше пока на текущий момент для меня это будет не в легкости а в концентрации надо будет сосредоточиться надо будет поднапрячься где-то надо будет рискнуть где-то надо будет потерпеть где-то выйти из зоны комфорта но потом я преодолею эту планку и так буду расти 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 поэтому первое подумайте какие деньги я могу уже сейчас зарабатывать в легкости то есть например может быть вы легко можете не знаю там где-то подхалтурить и получить 5000 рублей и вы думаете ну это ж не деньги это деньги это деньги если вы знаете что вы 1000 рублей 500 рублей 5000 рублей 10 тысяч рублей можете где-то заработать легко не напрягаясь я вас поздравляю вы уже открыли для себя формулу денег в легкости просто пока вы вот такую сумму можете заработать легко побольше надо побольше поднапрячься с практикой и опытом это изменится и вы расширитесь однозначно второе как я сам усложняю себе процесс зарабатывания денег что именно в зарабатывании денег для меня трудно тяжело больно мучительно нересурсно как я могу это убрать как я могу это изменить как я могу это делегировать как я могу переиграть это чтобы мне стало легче и ресурснее и третье что моей работе что в моем пути к деньгам доставляет мне истинное удовольствие кайф-драйв и вот эта вся история как я могу вот этого сделать больше подумайте об этом и из этих трех китов построится формула ваших денег в легкости ну что ж подарите мне лайк если это видео было вам полезно и вы что-то для себя поняли подписывайтесь на мой канал если вдруг вы еще не со мной главное помните я виктория спуль и я вас люблю и вы ничего не можете с этим поделать